Ну, думаю, больше задерживающихся ждать не будем. Кто будет подходить, пускай подходят и садятся на свободные места. Меня зовут Зайцев Григорий Сергеевич, и я буду вас вести авторский путь состоит. Первый вопрос, которым вы должны задаться относительно этого предмета, будет, даже, наверное, первый вопрос, которым нужно задаваться относительно любого предмета, первый раз на него придя. А зачем он поможет? Не всегда стоит его в такой форме формулировать в виде вопроса к преподавателю. Это можно вызвать определенную долю агрессии с его стороны. Но на самом деле определиться для себя, зачем этот предмет нужен, что он может вам дать, нужно всегда. Потому что неточные ожидания относительно дисциплины, неверное целеполагание и даже самый хороший, выстроенный, идеальный курс может вам оказаться, ну, фактически бесполезен. И более того, даже наоборот, если вы правильно поставили определенные цели, определенные задачи относительно того или иного курса, даже самый бесполезный курс, я надеюсь, что в этом институте таких не бывает, но тем не менее, наш же самый бесполезный курс, можно это время потратить со смыслом и приобрести, по крайней мере, шлод. То есть для начала нужно определиться, зачем этот курс нужен, и сегодняшняя лекция у нас этому и будет посвящена. Сегодня они будут давать какого-то теоретического материала. Возможно, это материал, который я буду сегодня давать, в большей степени. Так вот, наш предмет будет направлен прежде всего на возможность его практического. Я не сторонник тех дисциплин, которые просто дают набор, то есть энное количество информации. Ну, сейчас у всех есть гаджеты, у вас всех есть устройства, и получить просто саму по себе информацию, именно незнание информации, не представляет сложности, особенно если вы владеете несколькими языками. Тут вообще вопрос снимается. По этой причине наш курс будет ориентирован прежде всего на возможности его практического применения, тем более, что все-таки основное мое образование, одно из многих, но базовое, это композитор. Я композитор, я не только искусствовед, я не только культуролог. На протяжении последних шести лет я входил в правление союза композитора. И моя основная сфера деятельности была сфера деятельности творческой. Я учу музыку. Лишь во вторую очередь я осмысляю, как происходят процессы современной культуры и так далее. Поэтому я не буду вам давать каких-то таких сухих фактов, сухих исторических сведений, которые вы бы не могли своей непосредственностью в творческой практике применять. То есть это и не ко мне. По этой причине я никогда не читал этот курс, как его преподносят на философских факультетах. Дело в том, что в большинстве вузов нашей страны эстетику читают, где бы ее ни читали, просто как калька с философского факультета, просто в усеченной версии. То есть это дается история эстетической мысли. Так же, как предметы философии, да, это по большому счету история философии, которая редко доходит даже до середины 20-го века, не говоря о современности. То есть мы уже много и годы живем в 21-м веке, а не в 20-м совсем. Так вот, поэтому я не буду вам рассказывать, что думали древние греки по поводу прекрасного. Не буду вам рассказывать о воззрениях Фомы Аквинского на совершенство образа, и что он может созидать. Так вот, потому что я крайне сомневаюсь в том, что и то, и другое сейчас можно эффективно использовать. Это не значит, что это были плохие мыслители, что они устарели. Нет. Безусловно, если у вас осталось энное количество времени, то неплохо бы знать историю нашей культуры, историю развития мыслей и так далее. Но применять на практике сейчас мысли Фомы Аквинского невозможно никаким образом. По той простой причине, что антологический статус человека с этого момента променялся полностью. Променялся сам мир, в котором мы живем. Причем поменялся настолько, что уже те категории, в которых изъяснялись философы даже эпохи Средневековья, я уже не говорю о философах античности, они более не находят точек применения в мире. Вот и все. Более того, я не буду впадать в своем курсе в самый, наверное, важный грех многих историков. Это грех полагания того, что есть некие незыбленные вещи. То есть, например, то, что прекрасное на протяжении всей истории существования человечества было одно и то же. В последнее время, в последние годы, к сожалению, подобные взгляды распространяются крайне широко из-за очень большой популярности такой дисциплины, как психология. При этом не психоанализ, а именно психология. Многие не очень, так скажем, глубокие последовательности юнгианской аналитической психологии, которая сейчас наводнила фактически вплоть до женских журналов. То есть, все, заняла. Полагают, что человек может взять изображение эпохи средних веков, эпохи античности и интерпретировать его субъективно. То есть, с точки зрения непосредственного своего опыта. Брать изображение и смотреть, что вот здесь такой-то цвет, он вызывает такие-то ощущения. И вот это и есть самый ключевой момент, почему я не даю вам историю. Если бы не было с вами два года, я бы вам ее дал, историю эстетической мысли. Так и вот, к примеру, многие средневековые изображения пестрят большим количеством синего цвета. Современные юнгианские аналитики часто интерпретируют это как некое холодное, отстраненное восприятие реальности и так далее. И действительно, в нашей культуре синему цвету приписывают свойства холода. Доброе утро. Даже далеко за примером ходить не надо на горячей и холодной воде, простите, на холодное изображение синего. А это очень весомые аргументы. Знаете, аргументы наиболее весомые. Те, которые не учебные называются. Те, которые встроены в саму модель культуры. Так вот, я вас, возможно, удивлю, но в эпоху средних веков синий цвет считался самым же теплым. Самым теплым во всей Ганне. Понимаете? И то есть, получается, если мы пытаемся применить нашу современную ее реальность к реальности античной Греции, к реальности последних веков, эпохи Возрождения или даже эпохи Просвещения, ничего путного из этого выйти не может. То есть, для того, чтобы это анализировать, нужно знать контекст, причем знать его очень-очень широко. Иначе просто у вас не получится ничего сделать профессионально. Поэтому я и не буду заниматься пропонацией, и не буду давать вам историю философской мысли, то есть эстетической, она философская мысль, на протяжении прошлых столетий. Потому что даже совсем недавнее, казалось бы, произведение искусства, созданное на рубеже 19-20 века, то есть в то время, докуда обычно доезжают все дисциплины, когда начинают от печки, то есть от античной Греции. Приду вам еще один пример. Это, возможно, вам в большей степени близки, потому что связано со словом. Многие люди до сих пор ходят в оперные театры и восхищаются такими произведениями, как Тревиарте Верди или Богема Кучини. Но вряд ли можно найти такой оперный театр, где не идут две эти оперы. Это классика. И основная сюжетная коллизия там заключается в том, что все, то есть публика, плачет и сострадает девушкам, которые умирают от туберкулеза. И, казалось бы, что может быть невиннее подобных сюжетов. Но, есть одно но. Если мы не будем применять наш опыт к опыту начала 20 века, то окажется, что если мы поднимем реальные диагнозы того времени, не то, как думали врачи, светило уровня самых выдающихся мастеров, там, Франции или Германии от туберкулеза, а какие диагнозы ставили реальные врачи, практики, к которым обращались люди для лечения. Так вот, до Первой мировой войны туберкулез всегда ставился диагноз, как венерическое заболевание. А это вносит радикальные коррективы в само понимание сюжета этих произведений. Понимаете? А это еще сто лет назад всего было, вы понимаете? Насколько радикально меняется наша культура. Поэтому неизменного ничего нет. И мы будем с вами анализировать поэтому эстетические категории, исходя из произведений современных нам. То есть, исходя из тех авторов, набора тех авторов, которые живут сейчас. Не будем устраивать дискуссию на тему, а современен ли Леонардо, понимаете? То есть, чисто биологически он нам не современ. Да, он жил совершенно определенный пол. По этой причине, даже если бы мы с вами рассматривали, у нас хватило бы времени, чтобы посмотреть историю эстетической мысли прошлых веков, я бы предлагал вам сначала начать с нашего времени. Определиться, как действуют эстетические категории сейчас, когда они вам сугестивны истинны. Когда они вам истны по определению. Как горячие, красные и холодные, синие обозначения для воды. Понимаете? Есть вещи, которые для нашей культуры самоочевидны. Вот это и есть знание. Есть хорошее слово, эпистема или эпистема, применяют и так, и так, хотя более правильно, конечно, эпистема. Так вот, оно переводится с греческого как знание. Это не то знание, которое вы можете сказать. Вас спрашивает преподаватель, да, и вы ему что-то рассказываете по билету. Нет, это то знание, которое вы не можете не сказать, что бы вы ни говорили. Вот это эпистема. И эпистема каждой конкретной эпохи различна. Поэтому нужно сначала определиться с нашим современным знанием, с нашей современной эпистемой. Разобраться в ней. И лишь потом относительно нее можно сравнивать 19-й век, 18-й век, 16-й век. И лучше в таком порядке, а не сразу в древнем греках. Но тогда будет с чем сравнивать. Когда же вы начинаете от древних греков, по большому счету и древних греков, вы так никогда не поймете. Потому что вы еще не определились с тем, что такое вообще в принципе прекрасное. Оно же не объективно, оно же не может существовать на протяжении всей истории. Нужно сначала определиться, что оно значит сейчас. А потом сравнивать, что оно значило для грека и для римлянга. Поэтому мы будем с вами не пользоваться методом хронологии. Мы будем пользоваться измерением логического времени, а не хронологического времени. И я буду давать преимущественно 21-й век. 20-й я, конечно, буду давать, потому что это одна эпистема. Наша эпистема примерно появилась на рубеже в середине 20-го века. Ну, это эпистема, которая включает масс-медиа, уже в таком более-менее современной форме. И, конечно, можно отчасти говорить о том, что появление интернета тоже произошел определенный слом, радикальный слом. Новый тип знания появился, знания в смысле эпистемы. Но, так скажем, это пространство, пространство интернета, если отражено в современных произведениях искусства, то оно, скорее, постепенно начинает влиять на культуру, а не вошло в нее уже полностью. Все-таки не столь большое количество времени прошло. По этой причине мы определили с вами круг наших интересов на данной дисциплине. Дисциплина относительно короткая, я никогда не читал столь короткий курс, он у вас будет всего полгода. Более того, учитывая тот факт, что я очень часто езжу по стране, я буду не всегда. Сразу же скажу, что в следующий раз меня не будет, в следующий раз занятие будет 26-го. Это вы узнаете точно у вашего куратора, что будет в следующий раз, не будет ли вовсе занятия, и вам что-то вместо него поставили. Наше первое занятие, где мы начнем уже анализировать произведения искусства, будет 26-го. И что еще нужно сказать о дисциплине? Но прежде всего, чем мы будем здесь заниматься на раке? Мы будем учиться ставить неудобные вопросы. Есть такие вопросы в области искусства, которые очень не любят ставить. Их не любят ставить по одной простой причине, потому что из них вытекают целый ряд следствий, которые не всегда приятны для осознавания. Ну, например, есть такие дисциплины, которые вовсе сначала ставят уже ответ про свой вопрос, а потом пытаются очень долго вопрошаться. Например, такой дисциплиной является антропология. Ее основной посыл – в чем ценность человеческой культуры, как таковой. Но, как вы сами понимаете, постановка такого вопроса не совсем корректна. Сначала нужно было бы спросить, вообще, есть ли такое объективное понятие, как ценность, которое можно применять к понятию культуры? В целом культуры, понимаете, да? Или все-таки ценность может быть только внутри культуры? А во-вторых, поставить вопрос, а есть ли у этой культуры ценность вовсе? Ведь это не очевидно. То есть, получается, то, к чему мы должны были бы прийти в результате долгих интеллектуальных баттлов, эта дисциплина берет за свою основную точку. Ну и поэтому понятно, что ни к чему, так скажем, радикальному она прийти не может по определению. Она будет просто перемалывать разный исторический материал и подтверждать то, что везде эта ценность обнаруживается. Ну, это к вопросу, а не удобных вопросов, которые мы будем ставить здесь. О том, какова роль вообще искусства, в принципе, или какова роль искусства сегодня? А это вопрос весьма и весьма проблемный. Потому что, знаете, я преподаю в нескольких вузах, и не только в Москве, и это музыкальный вуз. И, соответственно, там очень-очень много всяких разных дисциплин. Детей и уже взрослых, в зависимости от того, какой это курс учат, очень-очень многому, но они не могут ответить на один простой вопрос. Зачем нужна их профессия? Когда я был в совсем юном возрасте, это были начальные классы школы, может быть, мне было 6 лет или 7, и у нас было такое задание в классе, как я помню, такая постапокалиптическая картина была вырисована, что будет, если исчезнет профессия, по которой работают ваши родители. На самом деле, вот это неудобный вопрос. То есть, это советская школа, но вопрос ставился очень хорошо, очень радикально. Понимаете, если у вас родители работают электриком, почтальоном, пограничником или врачом, то тут на самом деле вполне закономерен ответ. То есть, если человек хорошо выполняет свою функцию, как врач, или он там хороший полицейский, тогда были милиция, милиционер, то здесь все как бы очевидно и понятно. Но мои родители работали в оперном театре. Они были музыканты. Ну вот, и ничего более, так скажем, содержательного, чем написать о том, что некому будет сидеть в оперной яме, да, где сидят музыканты в оперном театре. Мне тогда в голову не пришлось. Придя преподавать в ВУЗ, а я преподаю в ВУЗе уже достаточное количество времени, без малых 10 лет, и я заметил, что на самом деле студенты разных лет обучения в ВУЗе, будь то магистр или даже аспиранты, на этот вопрос, по большому счету, более внятно, чем я ответил тогда в 6 лет, ответить не могут. Они, конечно, не напишут, что некому будет сидеть на сцене концертного зала, но ответить на такой вопрос, что бы то ни было вразумительное, они не состоят. Потому что это неудобный вопрос. Но именно он является ключевым. Потому что, если вы не знаете, зачем нужна ваша профессия, не в УЗКОМ контексте, а в принципе, то встает вопрос, а правильно ли то, что вы ей занимаетесь? Вы же не знаете, получается, зачем вы проживаете свою жизнь. На самом деле на этот вопрос есть ответы, для этого нужна определенная методология, чтобы отвечать на такие вопросы. Есть те вопросы, неудобные вопросы, такие вопросы, на которые нельзя ответить да нету. Понимаете? То есть так они не работают. В прошлом году я предпринял даже крупную попытку прочесть просветительский проект, по стране он читался, он есть в интернет-сети, он назывался «Булесликбез», где я ставил радикально неудобные вопросы каждую лекцию. И каждая лекция, которая шла час или полтора, отвечала на этот вопрос. Короче, на него ответить нельзя. Меня очень обижали и удивляли журналисты, которые задавали мне вопросы после лекции. А можете ли вы ответить? Вот вы читали лекцию на тему «Несли свободу творчества». Можете ли ответить «Да, нет?»? Ставит вопрос. А зачем я читал тогда лекцию, которая длится полтора часа? Вы думаете, что я на этой лекции ответил «Да, нет», а остальное полтора часа занимал тем, чтобы развлекал аудиторию? Ну, то есть неудобные вопросы – это те вопросы, на которые есть один единственный метод, а как на них можно ответить? Это описав вокруг них петлю. Обрисовав все, что сейчас связано с этим вопросом. И обрисовав эту петлю, мы на самом деле исчерпаем этот вопрос. Это не значит, что мы получим ответ по типу «Да, нет», но мы получим знание, описывающее проблематику этого вопроса. То есть знать мы относительно него станем большим. По поводу «Да, нет», которые сейчас особенно активно распространены в виде тестовых опросников, ну, это бинарная компьютерная система. Да вот компьютер, который здесь стоит, он «мыслит» в кавычках в таких категориях. По поводу «Да, нет» нельзя ответить на казалось бы даже относительно простые вопросы. Такие, там сейчас модная религия, да? Был ли там Иуда искрёт последователем Иисуса Христа? Ответьте на него «Да, нет». Ну, в данном случае, если мы хотим последовательно ответить на этот вопрос, то был. Ну, не так. Но это уже дополнение. А «Да, нет», значит, мы вынуждены ответить. Это по ответам нашим, допустим, тот же Иуда, Пётр или Андрей, будут рядоположены на фигурах. Пусть-то все они будут. Следовательно, что со Христом ответим «Да». А это вопрос простой. Вопрос относительно, что значит быть автором сегодня, значительно более сложный. Или вопрос относительно того, какое искусство является современным. Это тоже вопрос значительно более сложный. Так что, если кому-то интересно, то эти лекции, лекции «Улезли к Безокурсу», они в бесплатном доступе находятся в интернет-сети, и на моём официальном ресурсе на YouTube, они есть и на моей страничке ВКонтакте. Так что, если кто-то хочет расширенные знания эстетических учить, это есть. Есть и весь прошлый год курсы «Эстетика». Там я рассматривал эстетику поп-арта, такого направления, как поп-арт. Дело в том, что я никогда не читаю повторных курсов. Принципиально. Это, конечно, доставляет большую головную боль тем вузам, где я преподаю, но одинаковых курсов я не читаю в лекаре. То есть, я вот 10 лет преподаю, соответственно, это разные курсы. И по этой причине те курсы, которые записаны, их можно в качестве дополнительного материала. За все 10 лет нужно смотреть, чтобы разбираться или как? На самом деле, записывать на видео я их стал с прошлого года. То есть, есть два курса отдельно, это статики записано. Чтобы научить разбираться, я думаю, в минимальной степени будет достаточно одного курса, который я вам здесь читаю. А так, понимаете, зачем я читаю неповторные курсы? А потому что я считаю, что педагог должен тоже расти. Педагог должен тоже развиваться. Я не считаю себя истиной в последней инстанции. Я очень много его не знаю. Я почти ничего не знаю. Я нашел метод, который считаю авторским. Который применяю к различным инстанциям, к различным произведениям искусства, к различным эпохам. В своих книгах я не лезу дальше позднего средневековья. То есть, средние века, ранние, эпоха, античности, это не мое. Я там не настолько компетентен, чтобы кому-то об этом рассказывать. Может быть, когда-то я до этого тоже даю. Но прежде всего, с эпохи Возрождения до наших дней. Особенно 21 век, потому что это связано напрямую с моей творческой деятельностью. Я все-таки композитор 21 века, не 19, не 18. Навряд ли настолько много лет. Что еще вам нужно знать о нашем курсе? О структуре лекции. Сегодняшняя лекция у нас будет без проектора. Остальные лекции будут с проектором. Я буду много чего показывать. И на чем я решил остановиться в вашем случае. Это будет два ключевых аспекта, которые я давно хотел разобрать. До которых у меня руки не доходили. Это первый блок наших занятий будет посвящен тому виду искусства современному, который в наименьшей степени вызывает отторжение у широких масс людей. Дело в том, что очень редко бывает такое в современности, когда действительно наиболее достойные образцы искусства, наиболее радикальные, наиболее новаторские, воспринимаются аудиторией самой широкой, именно публикой, с восторгом. То есть даже если говорить о фильматографе, то арт-хаус это все-таки меньшинство. Это все-таки меньшинство. Да, его смотрят миллионы, возможно даже сотни миллионов, но не миллиарды. Все-таки если проводить социологические исследования, опрос, то к нему будет большинство относиться скорее отрицательно, чем положительно. Я уже не говорю про остальные виды искусств. Про современную живопись, про современную музыку, я имею в виду серьезные академические образцы музыки. О, таким видом искусства является архитектура. То есть именно современная архитектура в ее самых новаторских формах проявления воспринимается широкой массой населения на редкость положительная. Мы будем разбираться с вами не только в тех направлениях современной архитектуры, которые сейчас есть. Это, на мой взгляд, очень интересно. И никаких объемных исследований на русском на эту тему нет. То есть то, что называют создания по современной архитектуре, опять же это все заканчивается в лучшем случае послевоенными годами 20 века, я в это время, простите, чего не родился. Даже вы думаете, что она не современна, чисто биологически, чисто хоро-мологически. Вот. И во-вторых, так как вы люди слова, вы связаны со словом, мне кажется, что будет весьма интересно по началу обратиться к предельно контрастному виду искусства. то есть к искусству бессловесному, к искусству абсолютно молчаливому, которая, тем не менее, воздействует на публику посредством чистой формы. Даже не образа. Живопись все-таки достаточно легко перенести в слово. Живопись близка порезе и той же. Это пророжественный образ. Архитектура работает чисто со структурой, просто с формой, как таковой. А функциональность? Функциональность, безусловно, имеет важную роль. Более того, искусство так или иначе всегда в ней это составляющее было. То есть, если вы посмотрите древние формы искусства, та же живопись, музыка, изначально она вытекла из ритуала. То есть, она тоже выполняла весьма важную функциональную роль. И второй блок лекций, на которыми я бы хотел поработать в этом семестре, это разделение, разграничение, в то же самое время взаимосмешение двух очень важных эстетических категорий, которые я добавляю канторским. Это фантастическое и реалистическое. На самом деле, казалось бы, что может быть проще? Отделить реалистическое произведение искусства от искусства фантастического. Так вот, проведя деконструкцию и того, и другого понятия, я вам покажу, что на самом деле это не просто сложно, а это иногда и абсолютно невозможно сделать. То есть, так скажем, некое профанное представление о том, что фантастическое и реалистическое – это очень легко, это очень наглядно, это очень понятно, на самом деле совершенно не соответствует действительности. Но там уже будут даваться примеры из разных видов искусства, потому что речь пойдет об эстетических категориях. Несмотря на то, что я вам обозначил в нашем курсе скорее некие направления, тем не менее, весь объем знаний, то есть весь объем того, чем оперирует эстетика, вы получите. Но не в виде терминов. По принципу «это значит это». Писать я на доске вот такого не буду. Понимаете? А в виде непосредственной практики. Практики подхода к произведению искусства, практики его анализа. Я не считаю, что предложенный мной анализ – это единственная возможная форма анализа этих произведений. Нет. Но, так скажем, это, по крайней мере, одна из убедительных версий. Если вам она покажется чем-то неприемлемой для вас, то буду готов выслушать вашу аргументацию. Не просто по типу «это не так», а это может быть еще и тот. По крайней мере, с такой же аргументацией, какую предложу я. Сразу же скажу, что пока что ни одну из лекций я не планировал. Я планирую лекции накануне. Так что, пока что для меня это именно некие паттерны. Что вот это будет и это. Для меня это такое же терро-инкогнито, как и для вас. И именно в этом смысле я и считаю, что пока не… Может быть, кто-то из преподавателей может на протяжении 10, 20, 30 и более лет читать один и тот же курс, оттачивая его, усовершенствуя его. Я лично пробовал повторный курс читать. Я понимаю, что это и мне уже совершенно неинтересно. И это сбавляет определенный накал его аудитории, восприятия этой же курси. А во-вторых, все-таки у нас не настолько много времени, жизненного времени, чтобы тратить его на повторение. Как говорил один известный психолог, повторение – не мать учения, а мать тупости. И в этом есть доля правды. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, не существует такой таблетки, как у Морфиусы из Матрицы, из известного в двух властях, когда можно было бы ее выпить, съесть и сразу же начать видеть мир по-другому. У вас откроются глаза, и вы начнете видеть мир, какой он есть. Точнее, такая таблетка существует, но ее нужно взращивать в себе гадать. Этот процесс очень-очень нет. И может не получиться. То есть, знание, оно, этим и интересно, то, что в данном случае наше изменение взгляда на мир происходит очень-очень медленно. Нельзя просто там обратиться к какой-то литературе, особенно литературе, наиболее радикально меняющей отношение к человеку и человеческой культуре. Ну, например, корпусу Лагановского психоанализа. То есть, наверное, за 20-й век это самое ценное, что было создано, было смещение взгляда на человека как такового. Да, простите, если вы просто обратитесь к его текстам, то с большой долей вероятности вы либо не поймете там ничего, 99%, да и 1% поймет там, но не то. Что из этого лучше, я не знаю. Для того, чтобы, так скажем, встать на позицию такого взгляда, нужно потратить на это, по крайней мере, не один год. Не просто прочесть, не просто перечесть, а действительно прожить энное количество времени в этом знании. Вот в чем как бы дело. И поэтому цель моей дисциплины не в том, чтобы сразу же вообще поменять ваш взгляд на мир. Этого я за полгода точно не смогу. Хотя, конечно, в уме я держу именно эту задачу. Не дать вам просто еще энное количество информации, а все-таки поменять взгляд на мир. Ну, я, так скажем, только смогу запустить эти процессы. Сможете вы их дальше продолжать, будете ли вы их дальше продолжать, это уже ваше личное дело. Вообще, научить никого ничего нельзя, да, можно только помочь научиться. Ну, этим, собственно, преподаватель должен заниматься. Если преподаватель именно учит, то есть пытается вас сделать просто такими же, как он, то он, вряд ли, он в этом достигнет успеха. Это просто неназначено. И, разобравшись, соответственно, с определенными аспектами курса, я вам хотел бы сегодня рассказать, или скорее поговорить, поспрашивать, обсудить вот такой момент, или даже момент. Как вы думаете, когда появилось искусство, и какая его форма была первой? Какие есть соображения на этот счет? Неправильных ответов быть не может. Я вам сразу же скажу, что 100% ответа на это нет даже у самых высокоотвалифицированных ученых. Так что, как ибиться, тут не надо пытаться. Ну, давайте начнем с формы. Какой вид искусства с большой долей вероятности был первым? Танец. Я думаю, танец. Ритуал же. Ну, то есть, я думаю, что танец прирост, да, в ритуал, и до появления речи, потому что для музыки должна быть, скажем, гармония, или еще что-то, а танец, это уже то, что лежит в себе самом. То есть, любые движения, под вообще все, что угодно, под костер, это уже искусство будет являться, мне кажется. Чтобы танец стал танцем, не обязательно нужна музыка, танец может быть... Чувство ритма. Просто, да, чувство ритма. Но дело в том, что для того, чтобы танец был именно танцем, как и то, что искусство, нужно понятие означающего пространства. Открытого и закрытого пространства. Только пространство не было, скажем, есть костер, есть некоторое... Понимаете, в чем дело? Означающая, именно структура, означающая предполагает уже наличие языка. Так что до языковой практики танца быть не могло. То есть, ритуальное, так сказать, не ритуальное, а инстинктивное поведение у животных, да, которое напоминает танец, оно, конечно же, танцем, как видом искусства не является, равно как и пение птиц, не является музыкой. То есть, между сигнальными системами и речью есть фундаментальный разрыв. То есть, сигнальные формы, формы, которые есть у животных, они никаким образом не могут перетечь в речь. Знаете? То есть, речь появляется сразу же. Она либо есть, либо ее нет. Все. Есть сигнальные формы, сообщения, коммуникации у какой-нибудь там зеленой мартышки, да, там, когда их несколько десятков, и тем не менее, в речь она никогда не перетечет. Понимаете? Потому что я вам могу сказать, горячий никогда обжегся. И не кричать, говоря огонь. Понимаете? Вот это речь. А сигнальная форма, это отдергивание руки и определенный крик на горячее. Или когда я вижу какого-то хищника, кричу, да, что я его вижу. Чувствуете разницу? Разница принципиальная между означающим, как структурой, и сигнальной системой, которая есть у животных. Правда? То есть, на самом деле, предположение хорошее, потому что оно хорошее, знаете, с какой точки зрения? И вот невозможно подтвердить или опровергнуть время его возникновения. Правильно? То есть, мы же не знаем, когда появилась речь. Соответственно, с момента выявления означающего как такового в системе означающего, вполне вероятно, мог появиться танец. Хотя, я все-таки предполагаю, что сначала появился ритм внешний, а потом он уже был унаследован как ритм внутренний, да, для танца. Если вы будете... А речь была после, по вашему мнению, или до танца? В данном случае речь о прямом случае до появилась. То есть, танец предполагает структуру, означающего пространство закрытого и открытого. Есть только у одних животных, а есть только одни животные, которые понимают означающие. Это домашние животные. И они переняли это человека. Например, если вы обратитесь к такому животному, как вот, он в дверь корябается, вы откроете ему дверь, ему же туда не нужно. Он туда не пойдет. Ему нужно... Нет, он не для этого, потому что его напрягает сам факт наличия закрытого пространства. То есть, другое животное, не домашнее, не будет воспринимать означающие закрытого пространства. То есть, если есть хотя бы один выход, куда оно может выйти, если ему выйти надо, оно выйдет. Но коту не нужно выйти, ему нужно, чтобы дверь была открыта. Понимаете? Вот это осознание означающего. Но домашние животные перенимают это от человека. В дикой природе этого нету. Вот в чем дело. Но на самом деле есть пещера. Вполне закрытое пространство. Собственно, в этих закрытых пространствах первые люди и жили. Так же, как и звери. Так что, предположение с танцем хорошее и, скорее всего, одним из первых видов искусства все-таки действительно был танец. Другие варианты. Вы же уже сказали, что ритм. Ритм. Да, то есть, ритм явно предшествовал танцу. Мало ли, что еще могло предшествовать танцем? Сидите, что? Сидите, что? Ну, на самом деле, я действительно стою на позиции, что первым произведением, не произведением, еще произведение назвать нельзя, первым видом искусства было искусство музыкальное. Этому есть определенные, весьма серьезные подтверждения, научные подтверждения, и встает вопрос, я вам о них чуть позже скажу, сейчас, куда это по времени дойти, когда они могли возникнуть, эти первые проявления искусства в человеческом сообществе. Есть какие-нибудь соображения на это? когда? Когда? Давно? хорошая она всем, мне нравится, она правильная, теперь нужно ее только конкретизировать. взаимодействие взаимодействие между людьми. А, ну нет, взаимодействие есть и в природе, то есть если мы возьмем какого-нибудь там Петикантерова, который миллион лет назад появился, у него тоже взаимодействие. Мне кажется, это вопрос вообще в искусстве ставит тогда, когда первые первичные потребности человека в предотвращении, то есть тогда, когда он сыт, тогда, когда у него есть огонь, и он не умирает или от влажности, еще чего, после этого уже идет искусство, точно так же, как человек попадет в театре, если у него дома нечего есть. Есть такая версия, я ее воспринял, и хорошо, что вы ее озвучили, потому что я с ней хочу подискутировать. Это максистская версия, когда искусство предполагается в качестве надстройки над базисом. То есть есть первичные потребности материальные, это базис с точки зрения максистской философии, и есть надстройка в виде эстетического составляющей, которая появляется эстетическое чувство тогда, когда действительно появляется свободное время, когда появляется досуг. Эта концепция была выражена Максом, его последователями, и доминировала на территории Советского Союза до распада, да и сейчас наверно еще в большинстве случаев. Однако, с точки зрения науки, если мы обратимся не к философии, а обратимся к строгой науке, к той науке, которая работает с пулевыми исследованиями, окажется, что все с точностью до науке. Дело в том, что не так давно, в 2008 году, Николас Конова, очень крупный ученый, из университета Тюбингена, в Альпах, немецких Альпах, в пещере Холифельс, полу и скалы, обнаружил флейту, чей возраст радиоуглеродный анализ показал в пределах 40 тысяч лет. Может, это дубинка? значит, это флейта. Вот такая вот флейта из лучевой кости грифа выполнена. 22 сантиметра в длину, в которой высверлено пять отверстий. Что такое пять отверстий? Как вот вы думаете, сколько нужно рук, чтобы играть на флейте с пятью отверстиями? Одна. Две. Потому что большим пальцем вот так чтобы играть на флейте, простите, это даже сейчас мало кто сможет. То есть большим пальцем мы ее держим. Может быть, она одна там, чтобы все... Может, вообще эти дырки появились, потому что их термиты проедут, и проедут, и проедут, и проедут, и проедут, и проедут, и проедут. Во-первых, на самом деле эти дырки действительно высверлены, а во-вторых, это флейта, которую я вам привожу в пример, лишь самая сложная из них. На самом деле инструментов музыкальных с этой же датировкой до 43 тысяч лет очень много. Так, может быть, тот, кто ее сделал в этом времени, все было, и было огонь, и вода, и все было хорошо, все противоречиво. Все это было хорошо, только есть единственная проблема, то, что в это время даже еще гармонируется не существует. Либо он сделал флейт для того, чтобы кого-нибудь привлекать, чтобы его съесть. То есть это же как-то странно. Смотрите, на самом деле это очень не странно. Давайте определимся в следующем. Какие сейчас базовые музыкальные инструменты? Гитара, фортепиано, барабаны. Да, то есть представьте себе ту же самую, допустим, гитару, или даже фортепиано, какой бы он не был сложный, если вам дадут его чертежи, в принципе, при наличии всех необходимых инструментов вы можете его сделать. Другое дело, насколько плохо он будет звучать. Понимаете? мастерство здесь зависит в том, насколько хорошо звучит инструмент, который вы изготавливаете. Тем более, что сейчас есть там 3D-принтеры, где можно много чего нарезать. то есть наш инструмент базовый, который мы используем в повседневной жизни сейчас, несоизмеримо сложнее, чем те базовые музыкальные инструменты, которые применяются в современной культуре. Знаешь, какая интеллектра гитара, простите, если вы хоть чуть-чуть паять умеете, то вы это сможете сделать. Но сможете ли вы сделать то, чем пользуются сейчас ученые для космических технологий и так далее. Никаких образцов. Понимаете? Или даже такие вещи, как ядерный реактор, который используется для получения энергии на большинных пространствах Земли. То есть это сделать человек не сможет никак. А вот если мы отдалимся от наших дней на 40 тысяч лет и посмотрим, что было базовым инструментом человека, не совсем человека, не отдохнится все-таки, даже не совсем к нам имеющего отношения в наших генах всего 1-3% предмет дертенции. Соответственно, его базовым инструментом в ту эпоху было каменное скребло. Это вершина хай-тека того времени. Понимаете? Потому что можно искру высечь, можно рыбу почистить, можно камень заострить, можно примотать это каменное скребло жилами к палке и пробить череп ближнему своему. И все это многофункциональный инструмент. И по сравнению с этим каменным скреблом представляете, как выглядит флейта с пятью отверстиями, которая до сих пор эволюционировала не столь уж сильно. В принципе, блок флейта мало чем отличается от той флейты, которую нашел Николай Конрад в Холлефельсе. Но, повторюсь, это далеко не самое раннее. Более ранние инструменты просто не имеют пяти отверстий, а значит, на них могли играть одной рукой. А мелкая моторика двух рук, если кто-нибудь из вас хоть когда-нибудь обучался в музыкальной школе, то он знает, что это и подчас, сейчас даже, когда уже мы имеем современного человека, синхронная мелкая моторика представляет значительную проблему. А здесь речь идет о человеке, у которого еще сознание в полном смысле этого слова не существовало. Потому что даже у современных прямоардиальных народностей, которые там живут в Амазонии и так далее, современного нам сознания нет. Базовое отличие современного сознания несовременного умения отличать внутренне от внешнего. Они его не всегда умеют отличать. Оттуда они вниз. Когда мы смотрим на дерево, к нам приходит мысль в это время. а там наш брат готовит против меня загород. Вот он был у дерева сказал. Потому что он не может отличить внутренне от внешнего. Ключевое отличие первичного сознания от сознания современного. Поэтому ставить вопрос о том, а зачем человек создан искусство для развлечения, для охоты и так далее неправомочь. У этого человека еще в принципе не могло быть такого понимания как цель. Скорее всего искусство появилось случайно. Дело в том, что если мы обратимся к самым ранним этим флейтам, которые датируются возрастом в 43 тысячи лет, они короче намного, они проще намного и они обгрызены. То есть это кость животных, из которых человек пытался высосать костный мозг. Каким-то чудом, либо это уже было погрызено каким-то другим хищником флейта. Допустим, если это кость прогрызена той же гиеной, то два зуба останутся, две дырки. Если мы пытаемся оттуда высосать костный мозг, мы можем произвести звук. Все, механизм запущен. Понимаете, дело в том, что искусство, так же, как и речь, являются саморазвивающимися системами. Их не мы создали, мы на них висим, они несоизмеримо больше нас. Они нас полностью захватили. А если мы как бы не вписаны в пространство означающих, то значит мы просто исключены из человеческого сообщества. Это не значит, что мы нем, немой человек. Все равно вписаны в пространство означающих. Понимаете? Аутист не вписан в пространство. Случайно в пространство. Искусство происходит с большой долей вероятности. Мы можем с точки зрения нашего измерения назвать это случайностью, такой же как случайностью является большой изгры. Потому что мы не можем измерять такие категории. Но смысл-то в чем? В том, что сама постановка вопроса зачем человек создал искусство некорректно, потому что с таким же успехом можно сказать о том, что искусство создало человека. Понимаете, что такое 43 тысячи лет назад? Повторюсь, это каменное скребло. И именно с того момента, когда появляется искусство, которое несоизмеримо превосходит быт этих людей, запускаются процессы построения человеческой цивилизации. искусство это та же самая речь. Вот в чем понимаете, это тоже речь. И она начинает структурировать сознание. Более того, как и любая саморазвивающая система, она начинает усложняться. Человек выстучил сначала какой-то ритм, да, простейший. Потом он пытается что-то к нему добавить. А потом кто-то другой подсядет, еще будет подстукивать что-то. Вот запущен механизм. Запущен механизм и с большой долей вероятности я считаю, что он был запущен естественным образом. То есть не волей человека, а вот не сыграть и не симфонию на этой флейте. У этих первых людей не было возможности никакой развлечения. У них продолжительная жизнь была минимальная. И так как 40 тысяч лет мы имеем сложнейший музыкальный инструмент. Очень сложно себе предположить, что этот самый сложный вообще сложнейший музыкальный инструмент является самым первым в истории. Понимаете, это почти невозможно себе такое предположить и более того невозможно себе предположить что история настолько была добра к человеку что сохранила первую уже созданную человеком флейте. То есть если она найдена Конрадом и датирована таким-то возрастом это значит что в этот момент таких флейт были по крайней мере сотни если не тысячи. Только при таком условии костяная флейта могла сохраниться и пролежать 40 тысяч лет. Если она была одна это шанс настолько мизерный что я даже побоюсь рассчитать его проценты. А так как на первых порах своего становления человеческая культура имела очень-очень медленный прогресс то правомочно считать что искусство появилось следует датировать возрастом примерно 150-200 тысяч лет. Это время появления огня. Когда человек стал использовать огонь почему я полагаю что эта дата является корректной дело в том что до использования огня человек очень мало жил то есть средняя продолжительность жизни была настолько маленькая что накопление опыта фактически равнялось нулю средняя продолжительность была 15-16 лет понимаешь что опыт не передаётся после того как человек стал использовать огонь это не только поставила его на вершину пищевой цепи но и позволило есть не падаль а готовить пищу в цех эта пища дольше сохранялась таким образом продолжительность жизни увеличилась радикально некоторые особи как считается доживали до 40 лет это очень по тем временам и естественно начал передаваться опыт только когда появляется опыт возможно развитие искусства без этого искусства развиваться не может поэтому с большой долей вероятности появление искусства следует датировать тем же возрастом что и использование огня чуть не сказал высечение насчет высечения тоже достаточно спорная гипотеза дело том что раньше считалось когда вы наверное в школе учились непреложная концепция того что огонь впервые начали именно высекать дело в том что как сейчас исследуют ученые большинство ныне живущих премардиальных племен огонь все таки вытирает то есть там где есть и высечение и там где его вытирают таких племен очень мало и с большой долей вероятности высечение появилось намного позже то есть получите скру высечением намного проще а вот сохранить огонь который появляется за счет высечения несоизмеримо труднее поэтому для первых людей более типичным являлась так скажем более энергозатратная но более результативный метод то есть метод растирания что еще я хотел бы сегодня о чем с вами поговорить о том что против гипотезы маркса выступают не только приведенные мной факты но и факты того что в самом первых человеческих городах а такой город сейчас это читал хью это новые находки относительно новые сейчас возраст датируется уже в девять с половиной тысяч лет то есть от него так скажем от пирамид до чаталхьюка больше чем от нас до пирамид чувствуете да древность этого города причем это был нормальный город в лучшие свои годы он достигал десяти тысяч человек то есть это маленький такой предмосковный городишко да кого то что было найдено в чаталхьюке утварь то есть посуда сама по себе достаточно простая вы понимаете все эти предметы имеют очень очень сложную роспись да кого для того чтобы на гончарном круге изготовить ту или иную посудину уходит не так много времени в принципе ее можно было чуть ли не конвейер провел обжег готово провел обжег готово на то чтобы расписать каждую из этих каждую из этих сосудов уходило колоссальное количество времени и любопытно но получается первый же город который мы знаем первая же городская тура которая нам известна там нету ни одной утилитарных предметов чисто утилитарных они все так скажем на 90% эстетичны и на 10% практичны вот в чем дело то есть я просто трудоемкость измеряли да в данном случае по проценту понятно что они примерно я не говорю о каких-то точных цифрах я говорю о том что на роспись каждый из этой чаш уходило намного больше времени чем на ее изготовление и тем не менее ее изготавливали именно таким образом понимаете но это говорит о том что первичным как раз является искусство более того то что человек стал человеком и то что он сейчас наделен столь большой силой столь большим потенциалом я вам многом полагаю виновата как раз именно искусство как это происходит я подробнейшим образом анализировал в третьей лекции Булерских Беза если кому-то интересно она есть в нескольких лекциях в сети есть еще лекция давнишняя природа музыкального искусства где я останавливаюсь на конкретно музыкальных аспектах находки Николаса Конорода и какие-то какую пищу к размышлению может дать нам сейчас относительно функции искусства потому что если искусство больше чем мы то понимаете сама постановка вопроса относительно него будет иная то есть если мы предполагаем что искусство это именно часть нашей культуры часть то анализ и вопрошение к нему будет одно если мы говорим о том что это наша культура вписана в искусство которое является его источником то само вопрошение будет другое и от этого будут совершенно другие выводы совершенно к другим приведет нас результат поэтому если кому-то интересно я эту лекцию рекомендую эта лекция наверное базовая основная если вы хотите разобраться в том что такое искусство и зачем оно нам нужно у искусств на самом деле очень огромный функционал сказать что искусство именно такую роль выполняет только это ничто кроме это значит сказать про него неправду поэтому же есть и современное искусство и искусство традиционное которое мы используем по сей день как вы знаете в отличие от научных концепций искусство имеет особенность не устаревать то есть живопись пещеры Шове 30 тысяч лет недавности первые образцы наскальной живописи там картины Миколанджело и работы ныне живущих мастеров того же Кефера допустим они равны и велики а не значит что то есть Миколанджело создавал лучше чем создавали древние греки а Кефер или кто-то из ныне живущих композиторов писателей создает лучше чем создавали в эпоху возрождение и запросвещение в науке да процесс происходит именно таким образом то есть знание актуально только одно то которое предложено этой научной концепции сегодня научным сообществом принято сегодня как вы думаете почему наблюдается такой радикальный контраст между наукой и искусством в принципе это же одно и то же общество порождало то есть научное зрение и искусство почему наука устаревает а искусство не имеет такой особенности какие есть соотражения на время сейчас вы говорите вообще вообще в принципе почему искусство не устаревало почему Бах по-прежнему это считается произведением искусства а теория флагистона произведением так скажем физической мысли актуальным не является потому что в науке есть скажем так точные ориентиры то есть как бы скажем а в искусстве нет ну нет в искусстве в принципе любое там мировоззрение любого человека тем более если это прошедшая эпоха она будет сама по себе уже к тому что например я сейчас рисую на парте если эта парта через 500 лет будет найдена с моим рисунком то к этому рисунку добавится еще пласт дополнительный веков который покажет из этого рисунка мы его там мировоззрение человек 21 века скажем и это будет интересно это будет активакт но искусством не будет ну не знаю понимаете если мы найдем ложку человека эпохи возрождения это будет большой а мы можем с уверенностью обзывать что-либо искусством вот точно мы можем точно вот сейчас там сказав про какое-то современное там современную статуи еще что как бык на волстрит можно сказать что сейчас ф Believe вот сейчас сегодня мы живущие современники этого искус永遠 откуда нам знаете искусство это или нет в этом одна из функций Fiona экзистенциальный выбор это одна из ключевых функций современного искусства экзистенциальный выбор либо да либо нет это одна из базовых функций искусства если вы не будете понимаете если вы скажете это в искусстве да или нет и ошибетесь но это не будет иметь столь же больших последствий если вы скажете да или нет есть электричество в этой розетке точно есть либо его точно нет здесь это эмпирически проверяется в искусстве ничего эмпирически проверить вечера не знаю как проверишь искусство путем и граждан между язык поэтику я имею то что ты не найти никак искусство опытным путем вот практически не проверьте я могу взять обучить амперметр прибор и понять работу на и нет есть напряжение здесь это проверяется культурой нету амперметра для искусств культурально пролюбить можно в сравнении с чем то есть нужен другой метод во всех науках тоже разные методы здесь нет и мой метод не физический но он есть вполне корректно потому что иначе в данном случае вполне правомочно задаться вопросом а там появляются люди драматурно пока что как бы никому в голову такой вопрос задаваться не приходилось да и это вполне правомочно потому что казать это легко на самом деле я попытаюсь наметить как можно ответить на вопрос вопрос на самом деле один из тех которые я называл неудобным поэтому не случайно как то есть то что вы говорите все правильно просто а правильно правда здесь будет не и даже не две а правда будет все эти правды в совокупности вот в чем здесь нельзя говорить что одно исключает другое так вот наука отвечает на один простой фундаментальный вопрос каков мир есть и мир есть наш вот одно и в котором существуем в единовременности только один поэтому ответ на этот вопрос правильный всегда только один если находятся какие-то новые доказательства то что этот мир который мы живем другой это новое знание вытесняет участвующие да в каких-то случаях может оказаться что мы сказали что-то новое она оказалась нерабочим и мы вернулись в предшествующей точки зрения такой в редчайших случаях бывает опять же возврат этот как правило пересмыслен а не точно но тем не менее ответ всегда один каков мир есть мир таков искусство если правомочно к нему а применять вообще понятие постановки вопроса вопрошения а считаю правомочество искусство отвечает на вопрос каким мир может быть а вот ответить на поставлен таким образом вопрос можно неограниченное количество раз другое дело что это не значит что любой ответ окажется жизнеспособным то есть так же как и в науке для того чтобы это была научная концепция она должна полностью соответствовать большому ряду параметров прежде всего она должна быть не противоречивой она должна быть выстроены все элементы включенные в нее должны со взаимодействовать в определенной иерархической последовательности художник который создает свои произведения искусства стоит перед такими же задачами но он отвечает на этот вопрос многократно он отвечает на пост каким мир может быть я даже сказал как аристотель говорил каким оно событие так могло быть с необходимостью любопытно то что та точка зрения на которой я стою которого я вам сейчас привел а ее можно вычитать человека который стал впервые писатель искусства это аристотель в его поэтике а он позиционирует очень важную вещь он говорит о том что более значимое с точки зрения мысли история или поэзия и он говорит о том что историк лишь описывает факт до события каким ему было в то время как поэт говорит о том каким она могла бы быть с необходимостью не просто будет да что там а это там один человек пошел на одну разбить нет это фантастическая картина он должен выставить таким образом реалию чтобы показать это же самое событие каким оно могло быть а это уже взгляд несоизмеримо более затратный интеллектуальный затратный чем взгляд историка и свои лекции которые я вас опять же отсылаю я анализирую и показываю каким образом на самом деле ответ на вопрос каким мир может быть то есть вопрос научный вытекает из вопроса каким мир может быть вопросом искусства на то есть вопрос то есть наука зависима от измерения искусства и она не является настройкой искусства надо научным первозрением которое определяет наш будет наш комфорт и так далее нет наоборот для того чтобы задавать постоянно новый и новый вопрос каков наш мир есть нужно уметь задавать вопрос а каким он может быть еще потому что если мы задавали просто вопрос каких каков наш мир есть мы в один раз на этот вопрос ответить и больше бы научные взгляды не менялись никогда а как они меняются анализировали многими встретили середина двадцатого века оттуда аналитическая психология философия происходит это не томас кунь это и мишель фуко многие 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 другие тот же томас кунь показывал как одна парадигма то есть вся система координат радикально меняют другую в науке не бывает простого накопления знаний накопление знаний идет только в пределах одной эпохи только в пределах одной парадигмы далее вся парадигма меняется понимаете для того чтобы она сменилась нужно суметь задать вопрос так а каков весь мир в целом может быть еще помимо того что мы уже знали момент вот только тогда можно совершить научную революцию и это происходит из-за того что постоянно такое же вопрошение происходит в области искусства и оно отражается на всем это не значит что все ученые были хорошими деятелями искусства нет это значит что мы все погружены в искусство абсолютно знаете достаточно а посмотреть зайти в любой современный там мебельный магазин чтобы посмотреть какие там будут преобладать просто элементы оформления и там не знаю строительный чтобы посмотреть обои еще какие-то элементы оформления декора да на больше по большей части это будет минимализм в искусстве минимализм это шестидесятые семидесятые отчасти восьмидесятые годы то есть сначала там потом радикальное распространение на культуру но это одна и та же эпоха понимаете если вы посмотрите любую эпоху отдельно взятую то предмет быта будут соответствовать с небольшим запозданием а тем или иным тенденциям в области высокого искусства это говорит о том что мы полностью погружены в искусство как то с чего я начал лекцию знания это не то что вы можете сказать а то чего вы не можете не сказать во что бы то ни стало что бы вы не говорили вы все равно это вывезете вот это знание нашей эпохи именно это знание продуцируется искусством нашей эпохи тут стоит куча других сложных вопросов в таком случае как раз на свободе творчества автор вопрос очень радикальный я тоже подробнейшим образом рассматривал как раз 5 лекция в лесных бизнес кому интересно что такое автор в наши дни насколько вообще свободе существует и свободу очень спорно но я надеюсь что за сегодня я вам показал то что на самом деле относительно искусство есть очень очень много проблем вопросов за которые нельзя ответить однозначно и на которые казалось бы привычное для нас ответы ответы не подлежащие сомнению зачастую можно поставить под большой знак вопросы это не значит что я прав это значит что я могу оставить их под сомнение чтобы развеществить вашу 100 процентную убежденную потому что это именно так итак ребят следующий раз у нас будет айзенман я буду давать современную архитектуру это будет 26 число все свои лекции с прошлого года я снимаю на видео поэтому если кто-то не приходит через определенное количество времени они появляются в интернет сети но я все-таки стою на позиции что лучше прийти на лекцию потому что здесь вы можете задавать вопрос так вопросы у вас задавать вопрошать экран можно только риторически но не всегда столь же результативно если кому-то нужны лекция на которые сегодня ссылался можете мне написать вконтакте я григорий зайцев понять что и я скину нужную сын ладно сегодня все свободны спасибо за внимание